Общество РЭМ У нас сегодня провайдер есть, завтра он решил уйти, снимает свое оборудование, только, к сожалению, не компенсирует никакие риски, которые связаны с тем, каким образом он его разместил и демонтировал. Вопрос возникает, а какая связь между платой и порчей имущества? Если у вас разместили неправильно, не в соответствии со строительными нормами и так далее, пожалуйста, обращайтесь в суды, понуждайте исправить оператора и разместить оборудование так, как необходимо. Но это взимание оплаты совершенно не повлияет на качественное размещение этого оборудования. Вот отдельные ТСЖ у нас и по 5 тысяч дома просят и так далее. У нас есть дело, где у нас 5 абонентов, есть реальные документы, где у нас 5 абонентов и тариф там 500 рублей, и нам предлагают платить 2,5 тысячи. То есть мы должны либо в два раза увеличить плату абонентам, либо мы должны просто-напросто уйти с этого дома. Этот рынок, на нем нет никаких тарифов. Можно просто сказать оператору, а мы тебя не будем пускать. Вот нам давай 100 тысяч, давай там 200, сколько угодно. То есть это сейчас так и начинает происходить. Я категорично не согласна с тем, что в данном случае управляющая компания будет располагать деньгами и пользоваться имени закона. В данном случае оплата будет производиться, если собственники так решат и решат, что в данном случае доступ данного провайдера возможен, данный на декоративный жилой дом, то это денежные средства на содержание общего имущества. Никакого отношения к управляющей компании они не имеют. В данном случае это отдельные денежные средства, которые аккумулируются для содержания общего имущества многоквартирного жилого дома. Исходя именно из данного принципа, и на сегодняшний день сложилась ситуация, когда все-таки собственники выражают, то каким образом, где, платно или бесплатно, данный провайдер может размещать свое оборудование. Признать недействительным решением предписание управления Федеральной антимонопольной службы Свердловской области по делу номер 06-04-23 в части вывода в отношении ООО к ООН железнодорожного района. В остальной части решение оставить без изменения. Сейчас арбитражный суд здесь отменил решение антимонопольного органа и решение арбитражного суда первой инстанции. К чему это приведет такая практика? Операторы связи увеличат цену на свои услуги, потому что вырастут расходы на получение доступа к оборудованию. Управляющие компании и различные субъекты ТСЖ подзаработают, соответственно, а пострадают от этого всего граждане, которые будут платить за услуги интернета больше. Я не знаю, например, воду можно привезти. Вода же бежит, это же вода чья? Водоканала. Давайте с водоканала начнем взимать плату за то, что по нашим трубам, в нашей инфраструктуре бежит вода. Но она в чьих интересах бежит? В наших же, для собственников. Поэтому вот абсурдность, но не всем эта абсурдность очевидна, к сожалению. Не реагировать с точки зрения на повышение тарифов мы точно не сможем. Потому что это наши затраты на баланс содержателей. Они должны как-то нам покрываться, как-то они должны покрываться, эти затраты. И как мы их будем покрывать? Только за счет увеличения тарифов. Иначе многие операторы просто не смогут быть на рынке при вот таком подходе сейчас. Многим придется сложно. Причем многим я имею в виду не только региональных операторов. Это и федеральные операторы. Если они смогут какое-то время существовать на возмездных договорах, вот с учетом тех цифр, которые будут предложены при заключении возмездных договоров на жилфонде, если они какое-то время еще и протянут, но это не нон-стоп, это не будет бесконечно. В итоге они придут к тому, что им тоже будет непомерно тяжело покрывать вот эти расходы. И к чему они придут? К тому же, о чем я только что сказала, это к повышению тарифов. КОНЕЦ